Девушки отдыхают Да стой и смотри, вон как Танька твоего Андрюха к своим рукам прибирает Ну ты даешь, Сонька, столько лет сухнуть по парню, а потом просто так взять и отдать ему А ты ему тоже нравишься С чего ты взяла? Ну это же видно, мы с первого класса как птички неразлучны И столько лет за одной партой У вас родители дружат Это другое, Вась Да ну тебя, Светлова Меня вон Витька танцевать зовет, а я тут с тобой Ты чего грустная такая? Не знаю Василина в столицу уедет Ты тоже Ну ты только не подумай, я очень за тебя рада, правда Ты давно об архитектурном мечтал Ну просто все уедут, а я останусь одна Ну ты же сама так решила Ну да, решила Теперь уже не знаю Пойдем Я тебе кое-что покажу Идем, идем Наше место Помнишь? В первом классе мы здесь поклялись Быть друзьями навсегда Да И смотри Все разъедутся А ты останешься здесь Поступать в свой медицинский А этот замочек здесь навсегда Как и наша дружба Андрей, я давно хотела тебе сказать Это очень-очень важно Ты не поверишь, я тоже Просто все случая не было Давай ты первый, а потом я Хорошо Слушай Мне очень давно нравится одна девушка Но я все никак не могу ее признаться А если я ей сейчас не скажу Точно потом пожалею Соня Ты мой лучший друг И я хочу, чтобы ты знала Ну и я-то не была против Эй Ты чего? Ничего, все нормально Ты молодец Все получилось Правда Соня Ты куда? А сказать-то что хотела? Молодец, Соня Справилась на отлично Вот не зря, не зря Я из всех интернов Выбрал тебя ассистента Ваша школа, Валерий Николаевич Так, давай быстренько переодеваться Мы успеем заявление подать Успеем Руслан Гоцко, 30 лет ДТП Будем оперировать А алкоголь в крови есть? Отсутствует Вышите Спасите моего братишку Ну Док Чего стоишь? Давай, шевелись Ну ты даешь Прям в еремную вену Молодец Спасибо тебе Теперь я тебе жизнью Ясно Надо же Ни одной девушки Ни одной Кроме тебя Не удалось довести меня Прямо на ЗАГС Ни одной А за тобой Я как на веревочке Я тебя не заставляла Кроме того У нас еще есть месяц Чтобы подумать Даже не думать Нет, Соня Нет Ты моя Теперь Ты только моя И мы поженимся Да Мы поженимся Через пару лет Я стану главврачом Акционирую клинику Сделаю его коммерческое отделение Обязательно Да Грандиозный план И какое место в них занимаю я Самое главное Самое, что ни на есть И все это я делаю Только ради тебя И ради наших детей Я думаю Тебе со временем Надо будет уйти с работы Заняться домом Нашими будущими детьми Нет, я не против Я не умоляю твоих достоинств Соня Ты прекрасный Талантливый врач У тебя свои амбиции Но я же говорю не об этом Я говорю о приоритетах И тут главное Их правильно расставить Идем Цветы забыл Идем? Прости Задержался Здравствуйте, Егор Петрович У меня двое водил И оба влябались Один в ДТП, а второй Не важно Ладно, показывай, что у тебя Да Вот План реконструкции Особняка купца Харламова Проектная документация Смета Документы Все как договаривались Я уверен, что все это Можно превратить В выгодный бизнес-проект Может, ты и прав Хорошо Чего ты хочешь? Предлагаю инвестиции на поех Мой вклад Идея Архитектурная разработка Надзор за исполнением Хорошо Это все 20% Я вкладываю остальные 80% Также делим прибыль Это и так очень щедро Я даю живые деньги Согласен Победили Они все злые Смеются, что я их плохо понимаю Ну ты же дома учил английский Просто они быстро говорят А я не успеваю А еще они мои кеды Шнурками связали Я из-за них на кросс опоздал Знаешь, как меня тренер ругал Сыночек маленький Ну не плачь Я поговорю с папой Приеду и заберу тебя Потерпи немножечко Егор Тема звонит Поговоришь с ним Ему там плохо Здорово, малый Все Снова ноешь Ну что же ты за мужик Сопли распустил, как девчонка Ну все Чего у тебя там стряслось? Все нормально, пап Раз нормально, давай пока Егор, а ты не мог нормально поговорить с ребенком? Ну ты же отец Ну и что? Я, между прочим, за этот пенсион бешеные деньги плачу Не надо меня тут попрекать Ну что ты сердишься Я же не о деньгах Просто Теме там плохо Разумеется, что не о деньгах Ты за всю свою жизнь Копейки не заработала Только слышу Дай, дай, дай А я, между прочим, даю Не надо мне учить с ними, как разговаривать Без себя разберусь А если что-то не нравится Свободно За себя Привет Ой, привет Есть минутка у тебя? Да, у меня следующая запись только через 40 минут Можно кофе выпить? А ты в курсе, что Андрей в городе? Мы были в ресторане, и оттуда взрукал Ну, в курсе Но ты же мне сама запретила даже имя его вспоминать после обыскного Поэтому я и не говорила Ну да, запретила Ну, раз ты сама об этом начала Вася Сонь У него три месяца назад умер отец Он все бросил в столицу и приехал сюда маму с сестрой поддержать У него, между прочим, была хорошая работа Главный архитектор в какой-то строительной фирме Вот сейчас пытается здесь свой бизнес наладить Кстати, не женат А вот это вот вообще меня не интересует Мы с Валерой подали заявление в ЗАГС вчера Так что через месяц свадьба и ты свидетельница Я тебе говорила И повторю еще раз Костомаров для тебя не лучший выбор Он неисправимый бабник Вась, у тебя поводиформация У тебя пациенты несчастные люди Ты уже даже не веришь, да? Что может быть иначе? Хорошо Ты хоть раз задавалась вопросом, насколько сильно ты его любишь? Мы с тобой взрослые девочки Прекрасно понимаем, что для нормальной семьи важно, чтобы люди понимали друг друга Ну и чтобы у них были общие интересы В идеале Василина Сергеевна, у вас там заведующее отделение вызывает Сейчас иду Этот интерн в тебя по уши влюблен У него на лице это написано Сунь, что ты придумаешь? Ну какой влюбленный? Ну мальчишка Совсем не мой вариант А какой твой вариант? Взрослый Серьезный мужчина Добрый Надежный Обеспеченный Было бы неплохо Ну и чтобы стал хорошим отцом для Кирюши Вы не последовательна, Василина Сергеевна А как же любовь? Ты ведь сама только что говорила Расскажешь потом, что ты назовешь Придурки Вначале Русик машину угробил Потом ты к врачам с пушкой полез Ты хоть представляешь, сколько я забашнял, чтобы тебя вытащить? Простите, дядя Сколько раз я тебе говорил Не называй меня дядей Для тебя я Егор Петрович А то, что моя сестра из тебя урода вырастила Вообще меня не касается Еще один такой влет Выгоню к чертям собачьим Я больше не буду, дядя Егор Петрович Только что скорая привезла Я сама Катя ехала Срочно КТ, МРТ и все анализы Хорошо Скажите, к вам должны были доставить девушку Лебедеву Агату Мне сказали, она в таракальной хирургии Я ее брат Вот врач, спросите Привет Привет Соня, ты? Я здесь работаю Скажи, а ты не знаешь, где Агата? Сейчас на анализах А потом ей будут делать операцию А что с ней? У нее его перелом ребра Осколы попали лохко Точнее будут понятны после обследования Тебе дальше нельзя Оставь номер телефона дежурного врача Как только я закончу, сразу позвоню Я буду здесь ждать Здесь останови Сейчас найду место, где запарковаться Ну ты что, не понял? Я тебе сказала, здесь останови Все утром не испортил Ничего теперь не успеваю из-за тебя Это скажи спасибо Егору, что он все вовремя так разрулил Да я уже сто раз извинился Мне что, на колени встать? А я бы на твоем месте Со мной так бы не разговаривала Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Соня Как она? Все хорошо Операция прошла успешно, так что может не переживать А можно... Нет, к ней пока нельзя, она еще не отошла после наркоза Лучше позже Я тогда тут подожду Ну что ты будешь в коридоре сидеть? Пойдем в ординаторскую, я тебе чай напою Идем Я Агату вообще не узнала, пока ты не пришел Потом вспомнила Мы ее в садик детский недавно вместе водили, а тут уже такая взрослая девушка выросла Этот самокат я ей подарил Соня, скажи, с тобой точно все в порядке будет Андрей, во-первых, ни ты, ни Агата ни в чем не виноват Мне врач скорой сказал, что машина вылетела на тротуар Во-вторых, главное, что твоя сестра жива и вне опасности Ты меня так всегда в детстве поддерживала Еще помню, как ты мечтала людей спасать Вот сестренку мою спасаешь Теперь это моя работа Часто думаю о тебе Вспоминаю наш выпускной Ну Вернее, как обидел тебя Вел себя как придурок Ну что ты выдумываешь? Это была детская влюбленность Я просто была маленькой глупой девочкой, которая влюбилась Тебе понравилась другая, так бывает Я уже ей забыла давно А знаешь, я через месяц замуж выхожу Он хирург Очень талантливый Мы работаем вместе Так что у меня все хорошо Я рад за тебя И поздравляю Ему очень сильно повезло Соня, там твоя пациентка очнулась Здравствуйте А вот И Егорышка Милый, я понимаю, что ты стараешься дать Теме все самое лучшее и хорошее образование это очень важно ему там плохо его обижают пусть так считает я вон дедомовский ничего жизнь знаешь как меня била и научила а он за границей учится на всем готовом я в детстве об этом и не мечтал ну а тема там один и он еще совсем маленький все хватит я сказал что он будет там учиться значит будет а я ну я же совсем одна я скоро с ума сойду в этих четырех стенах ничего так стены да они цианка красное дерево антиквариат картины другая бы спасибо сказала а тебе все не так достала скажи а лекарствам нужны какие-то нет если что-то понадобится я скажу что-то понадобится скажу а как ты скажешь давай телефон номер свой запишу набери меня кто-то звонит здравствуйте доктор ну что спасибо тебе ну пока до завтра иди уже соня соня кто это был одноклассник представляешь я сегодня оперировал его сестру Андрея Лебедевна ясно так ты свободна поехали поужина я останусь хочу понаблюдать пациентку все-таки сложный случай пчелка ты моя трудяшенька тогда пока соскучился я ужасно ну не сердись на меня любовь моя ты же знаешь какой у меня характер ненавижу когда спорят а ты в последнее время только это и делаешь хочешь в ресторан вечером пойдем там в центре открылся новый французский ну и что я надену у меня ни одного нового платья нет купи себе все что захочешь ты как всегда будешь самая красивая а теперь вдохни поглубже выдыхай не больно? нет ну ты молодец спасибо Софье Михайловне классно у меня починили привет привет ну как у вас? уже намного лучше доченька доченька здравствуйте как же ты так а? хороший мой милой Сонечка мне Андрюша сказала что ты оперировала Агату да спасибо тебе милая моя как время летит а? я ведь тебя совсем маленькой помню теперь ты взрослая девушка прекрасный хирург красивая какая же ты красивая спасибо Мария Игоревна я тоже вас очень рада видеть я пойду меня пациенты ждут всего доброго спасибо тебе милая спасибо ты мой котенок дай мне лапочку дай мне мою девочку Соня слушай я хотел сказать что ты даже не представляешь как мы с мамой тебе благодарны если бы не ты то если бы не я эту операцию провел бы другой доктор из нашей больницы у нас очень много хороших специалистов робот ассистирования в таракальной хирургии проходите туда я подойду это ж надо вы еще не успели расписаться на ужин другого заодно что же дальше да это ничего я просто вспомнила ты же говорила что выбрал Соня потому что она верная преданная а я ее с вот этим вот уже не первый раз вижу так что ошибся ты милый добрый вечер извините за опоздание Татьяна моя жена Андрей Лебедев мой новый бизнес-партнер сегодня мы с ним подписали контракт и я пригласил обмыть как говорится это дело приятно познакомиться Андрей Егор о вас рассказывает отбой ровно в десять и Кирюшу не слушать потому что он придумает все лишь бы лечь попозже ты ведешь или нет мы сами разберемся не сомневаюсь ты красавица иди защищайся нет мы будем играть в больницу чурья-хирург послушай ну зачем тебе этот бизнес вся эта бухгалтерия налоговая ты же творческий человек иди ко мне в компанию главным архитектором а я все это возьму на себя спасибо но я уже прошел этот этап и сейчас хочу развивать собственное дело компания моего мужа собирается развернуть в нашем городе несколько крупных проектов разве вы не хотите поучаствовать в них? больше всего я люблю когда ты делаешь вид что разбираешься в моих делах иди-ка лучше дорогая припудри носик сделаем так не стоит торопиться отработаем проект по думу Харламу принюхаемся друг к другу а потом вернемся к этому разговору ладно будем подавать исковую суд да я уже набросал пару вариантов да все все хорошо извини пожалуйста у нас у юристов работа понятие круглосуточное да у нас у врачей тоже мне иногда пациент может ночью позвонить ну а что делать если человеку плохо нужно помочь ну а чем ты занимаешься в свободное время? у тебя вообще есть свободное время? у тебя есть ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Жукову выписываем, Парфенову тоже. И Лебедевой, подготовьте документы. Извините, а что с Лебедевой? Добрый день, а вы кто? Я брат. А, так все хорошо. Анализы хорошие, данные объективного наблюдения в норме, так что прямо сейчас можете забирать ее домой. Не болейте. Простите, а... А лечащий врач, я... Ну, поблагодарить хотя бы. Я передам вашу благодарность. Но Софья Михайловна очень занята. Подождите, а рекомендации... Идите, собирайтесь. Рекомендации вам принесут и документы, и выписки тоже. Здравствуйте. Алло. Здравствуй, Андрей, это Таня. Вчера как-то все так неловко получилось. Здравствуй. Ну да, какая-то странная ситуация. Мне кажется, нам нужно с тобой поговорить. Я тебе все объясню. Зачем, Таня? Мы уже давно все друг другу сказали. И честно говоря, у меня времени-то не особо. Ну, ты теперь работаешь с Егором, так что время от времени нам придется общаться. Поэтому лучше сразу расставить все точки на две. Какие точки? Дай мне 20 минут, и я тебе все объясню. Ладно. Пришли где и во сколько мы встретимся. Хорошо. Почему ты выписала Агату Лебедеву? Это моя пациентка, я считаю, что она была нездорова. Ты мог хотя бы позвонить? А что случилось? Я ее осмотрел. Нет никакой необходимости в стационарном лечении. Я вела ее с самого начала, и могли быть нюансы, Валера. Нюансы? Нюансы это ее брат, с которым ты как ездил, человек постоянно. Да? Ты сейчас серьезно? Вполне. Я тебе уже говорила, могу еще раз повторить. Андрей мой одноклассник. Все. Валера, если ты мне не доверяешь... Ну ладно тебе. Не злись. Давай после работы ты как-то поужинаем, кино посмотрим. Нет, я поеду домой. Мне надо подумать. Прости, задержался. Можно считать, мой теперь квиты. В прошлом ты меня подольше ждал. Что-то я такого не помню. Ну ладно, пусть будет так. О чем ты хотела поговорить? Вам меню или сразу что-то закажется? Сразу, эспрессо, пожалуйста. Ничего не меняется. Да нет, Тань, все меняется. Просто остаются некоторые привычки. О чем ты хотела поговорить? Прости, у меня не так много времени ходить вокруг долгого. Хорошо, я хотела объяснить, почему я так поступила в ресторане. Понимаешь, Егор, ну, хороший муж. Ну, я за ним, как за каменной сеной. Ну, кажется, он меня ревнует. Каждому столбу. И вообще... Ну, если бы он узнал, что мы с тобой одноклассники, он бы что-нибудь заподозрил. Ну, во всяком случае, он бы стал наводить справки. Ну, и узнал бы все о нас. И что? Это было много лет назад. Спасибо. И потом, это не повод врать своему мужу. Или что? Ничего не меняется? Ты до сих пор обижаешься. Ну, мы были такими молодыми, а так случилось. Прости. Евдокимов. Это из-за него ты меня бросил? Я уже сто раз пожалела об этом. Ну, ведь прошлого не вернешь. Не вернешь. Тань, если это все, то я пойду. У меня много работы. Наверное, все. Я рада, что мы с тобой... Что мы с тобой можем говорить, как взрослые. Мы и есть взрослые. А ты кого-нибудь видел из наших? А то я как-то всех так растеряла. Да. Недавно встретил Соню в центральной больнице. Она хирург. Сестру мою оперировала. Сестра, все в порядке? Да, да. Все хорошо. А Сонина подруга, Василина, она вроде в столицу уехала учиться, да? Я не знаю. По-моему, отучилась на психолога и вернулась. А давай устроим встречи выпускников в эти выходные. Ну, так интересно посмотреть, какие вы все стали. Ну, не знаю. А как собрать всех у всех своих дела? Без проблем. Я все устрою. Сонечка, прости, 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 прости. Я сволочь, я скотина. Ну, что я могу поделать? Я ревнуюсь, сил нет просто. Потому что люблю. Ну, что это за любовь всякая? Ты мне не доверяешь. Я не доверяю. Я доверяю. Соня. Ну, что ты мне сделал, чтобы ты поверила? Ну, хочешь, на колени встану. Ты с ума сошел? Встань, сейчас соседи сбудутся. Хорошо, встаю. Смотри, все, как ты хочешь. Только прости. Ну, идиот. Я подумаю. Ну, хорошо. Ты подумай. А пока ты будешь думать, я тебя отвезу на работу. Присаживайся. Извини. Пожалуйста. Посмотри. Нравится? Ну, как? Хочу купить. Для нас. Ну, если ты, конечно, меня простишь. Ну, я еще не успела подумать. Но даже если я тебя прощу, этот дом стоит целое состояние. Ну, об этом даже не думай. У меня деньги есть. Откуда? Ты же только купил эту машину, она же новая. Смоня, пожалуйста. Ну, не изображай себя наенную девочку. Вот сколько ты берешь в конвертах от своих пациентов? Это не вопрос, можешь не отвечать. Ты женщина, ты тратишь свои деньги, как хочешь. Просто я мужчина, понимаешь? И я хочу обеспечить свою семью будущим. В каких конвертах я не беру деньги у пациентов? Да, они тебе сами летят с неба, а ты их не берешь. Да я не осуждаю. Все нормально. Ну, будем хорошие дела. Тихо. Я хотела вас поблагодарить. Только не здесь. Пойдемте. Благодарю вас. Не переживайте, сделаем отдельную палату. Спасибо, доктор. До свидания. Всего доброго. Ты все же освободилась? Пообедаем. Думаю, мы поспешили со свадьбой и всем этим. Похоже, мы с тобой слишком разные люди. Мне кажется, нам еще надо подумать. Поэтому, да, решил вернуться. Попробовать начать что-то свое. Тем более, в родные места есть возможность вернуть историческую ценность города. Пойдем потанцуем. Помнишь, как мы на выпуск к нам танцевали? Пойдем. Может, попозже. Я тебя жду. Соня, ну, наконец-то, ну. Привет. Привет. Ну, что ты так долго? Заждалась уже. Да, что-то как-то настроения не было, сама понимаешь. Слушай, ну, из-за такой ерунды расстраиваться, ну, пау. Пойдем. Отличешься, выпьешь. Соня, привет. О, какая ты красота. Спасибо. А можно тебя на минуточку? Если ты не против, конечно. Да, конечно. Пройдемся. Знаешь, меня до сих пор совесть мучает, что я с Андреем тогда... Я знала, что ты в него влюблена и видела, как тебе больно. Да, я не могла остановиться. Прости меня, ладно? Таня, ну ты что? Да, я была влюблена в Андрея, а он в тебя, но... Это все уже давно в прошлом. Соня, слушай, а вы с Андреем, ну, если бы ты, конечно, захотела, мы могли бы быть вместе. Ты о чем-то? Ты звони мне, если что, хорошо, а то я совсем одна, и подруг вообще не осталось. Да, ты тоже звони. Ну все, я пойду. Пока. Пока. А ты не знаешь, кто это из Талин? А, так это ее телохранитель, водитель. Она хвасталась, пока тебя не было. Я его где-то видела, но не могу вспомнить, где. Да кто его знает. Слушай, а что она от тебя хотела? Просто поговорить. Я ее очень одинок. Соня, ну что ты как ребенок? Она же не изменилась. Как была змеей, так и осталась. Такие люди не меняются. По-разному бывало. Тебе благодарность. От Агаты. Ну, за рекомендации, которые ты мне присылал. Главное, чтобы она все выполнила. Прости, так по-дурацки получилось. Я даже не знала, что ее написали. Да перестань. Ты здесь ни при чем. Я же вижу, как много ты для нее делаешь. Как идет подготовка к свадьбе? К свадьбе? Думаю, не будет никакой свадьбы. Не будет? Нет. Я только сейчас поняла, насколько мы с ним разные будем. Ну, если честно, я этому рад. Таня, а если он придет? Не придет. Я ему звонила. Он уже дома отдыхает. Не понимаю, зачем тебе понадобилась эта встреча? Что у тебя может быть общего с этими неудачниками? Нет, ничего. Только кое-то из этих неудачников поможет нам решить проблему с моим мужем. Мы избавимся от Егора. Получим все его деньги, я заберу сына. И нам больше не придется прятаться. Ты со мной? Любаешь меня? Не струсишь? Я с тобой. Навсегда. Ты что, ты야? Ты что, ты? Тыが? Ты что, ты. Субтитры создавал DimaTorzok